Первая фабрика «Авангарда» уже набрала скорость и теперь стремительно мчится вперед по намеченному маршруту, собирая по пути поклонников современного искусства. В среду в музейно-выставочном центре открылась выставка известного в России во всем мире фотографа Александра Гронского. Называется серия «Пастораль». Классические пейзажи, красивые места, пастушья жизнь. Всего этого здесь нет, а может и есть. Ну, примерно с первого взгляда вы все это увидите. Когда начнете сматриваться внимательно, вы увидите, что это всего лишь окраины большого города. В данном случае Москвы, но точно такие же есть и в нашем городе, и в любого большого города, который растет и захватывает, уничтожает вокруг себя природу. А люди, жители этого города, кто живет на этих окраинах, пытаются как-то устроить свою жизнь на нем, оторвать немножко от природы. Ну, в общем, это серия о нас. Всего в этой серии порядка 120 работ. В Иванов автор отправил 12. В 2012 году Александр Гронский получил за «Пастораль» третье место на престижном конкурсе «Волт Пресс Фото» в номинации «Повседневная жизнь». Его труд оценили во всем мире, а универсальный язык мастера не потребовал пояснений и переводов. Однозначно, что, конечно же, Александр, прежде чем сделать этот кадр, стоял очень долго на этом месте, ждал освещения, ждал, когда люди выстроятся в эту композицию, чтобы получилась такая приятная для взгляда картинка. При кажущейся простоте в работах Александра Гронского очень много слоев. Есть что рассмотреть. Чувствуется и качество современной техники. Мы можем рассмотреть каждый листочек, мы можем рассмотреть, например, каждое окошечко или, например, рябь на воде в одной из работ в озере. Но в то же время автор оставляет пространство додумать, домыслить, исходя из собственного опыта, а что там в этом озере, а что там в этих обыденных, казалось бы, пейзажах, каждый из современников видел. И трубы, и многоэтажки, и зелень, да, вот это вот около домов. Но кто вам сказал, что один вспомнит, что он там видел ежика, а другой вспомнит, что там видел заржавевший кусочек уголка? Единственное, что мы не сможем рассмотреть ни на одной фотографии, это лица людей. Сделано это намеренно, чтобы зритель мог увидеть на окраине большого города кого-то из своих знакомых, а может и самого себя. На фотографиях Александра Гронского запечатлено множество границ природы и цивилизации, желание человека уехать в большой город и в то же время сбежать из него. Выставка будет работать в музейно-выставочном центре до 1 октября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова